За годы существования службы многое изменилось. Автопарк вырос в геометрической прогрессии. Мощность современных автомобилей измеряется сотнями лошадиных сил. Еще многие достижения 21 века прибавляют забот смотрителям за порядком на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов дорожного движения крайне важна. Выбор в настоящую мужскую профессию, вы счесть и достоинство выполняете служебный долг. Благодарим вас за обеспечение нормального движения транспорта пешеходов. Желаю вам и всему коллективу доброго здоровья, благополучия, успехов в вашем и легком труде. По случаю 75-летия образования АРУД ГАИ ГИБДД администрация Одинцовского района изыскала возможности поощрить самых достойных сотрудников 10-го специального батальона 1-го полка ДПС «Северный». В торжественной обстановке офицерам вручали юбилейные медали и ценные подарки. В рабочей части совещания личному составу представили нового командира батальона, который сразу озвучил личному составу свое видение дальнейшей работы. График свой всегда у меня такой. И утренний, и вечерний развод, и подведение итогов, и так далее, и тому подобное. То есть это не в том смысле, что дотошно, до каждого материала нет, но тот порядок, который существует и, в общем-то, должен быть, то есть, вот как, скажем, по накатанной работали мы. В общем-то, я буду, наверное, и, скажем, работать в том же ключе здесь с вами. Задачи, стоящие перед сотрудниками батальона, остаются неизменными. Пребывание в очагах аварийности, вблизи школ, рынков, иных мест большого скопления людей и автотранспорта. Необходимость соблюдения порядка и оформления ДТП, быстрый и качественный разбор происшествий. Проблема, я вижу, что и в организации работы, и для ротных, взводных, и старших экипажей, это контроль занесения службы. Где экипаж? Вот я сейчас проехал, тоже вот замечание сделал, исполняющим обязанности. Где-то густо, где-то пусто по экипажам. Все должно быть не просто равномерно, а экипажи должны работать в очагах аварийности. В батальоне ежедневно идет работа по повышению профессионального уровня сотрудников. Отработка возможных дорожных ситуаций. Несмотря на ежедневную просветительную работу, направленную на повышение уровня культуры поведения на дороге, сознательность граждан оставляет желать лучшего. Сколько мы не боремся без пьянства, оно и ныне здесь, так или нет. Есть страны, где не употребляют или употребляют намного меньше, чем наши. Но тяжесть последствий в России несравнима ни со мной в стране. За обсуждением текущей дорожной обстановки вспомнили о том, что переаттестация батальоном еще не пройдена. И готовиться к этому экзамену необходимо серьезно и основательно. Поблажек никому не будет. Для командиров РОД-взводов и замком РОД аттестация обязательно будет в полку по батальону. Такое тоже нам предложение, указание, приказ. Каждого персонально аттестовать и оценить его вклад в служебную деятельность. Нужен в дальнейшем этот руководитель или нет. Какой-то аттестационной комиссии, полка, работать по каждому персонали. В правилах дорожного движения 1936 года говорилось, все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка-извозчику, извозчик-автомашине. За прошедшие годы обстановка на дорогах страны кардинально изменилась. Главной участок Минского шоссе, находящийся в ведомстве 10-го батальона, тому пример. Хотелось бы пожелать действующим сотрудникам и дальше с честью отстаивать гордое звание инспектора дорожного движения. Хотел бы надеяться, что вот это ядро и дальше сможет организовывать нормальное, безопасное движение. На головном участке Минского шоссе. Дмитрий Яковлев, Александр Мельханов, телекомпания Одинцова.